Сегодня в поле зрения екатеринбургских журналистов, по версии депутата городской думы Александра Колесникова, без толачей, снова попала, что да бинго, городская дума. И поводом стал, прикиньте, леопард, которого вовсю обсуждают слуги народа. Речь идет о пензенском леопарде по имени Цезарь, который был замечен в Екатеринбурге 8 ноября сего года, причем в такси. Его хозяин, дрессировщик Александр Волков, при заказе такси сообщил диспетчеру «буду с большой кошкой», в скобках, «леопардом». Эпически, знаешь, не каждый день леопарда возишь. Как видно, таксист не убоялся хищного зверя и успешно отвез его с хозяином на улицу Вайнера в дом, где несколько фотостудий. И тогда было предположение, что Александр Волков привез Цезаря в Екатеринбург для некой фотосессии. И вот выяснилось, что среди прочих довелось сфотографироваться с Цезарем и Ирине Пузиной, помощнице депутата городской думы Дмитрия Сергина. А выяснилось это самым простым для обинтернечного мира образом. Ирина сама выложила фотографии с Цезарем в сеть и подписала, что типа она любит кошек. В любом виде. Оказалось, по прайсам хозяина Цезаря Александра Волкова, 20-минутная фотосессия с леопардом стоит 7 тысяч рублей. Ну, во-первых, помощники наших народных избранников хорошо зарабатывают. А во-вторых, ну чего не сделаешь ради любви к усатым. И это обстоятельство, надо сказать, очень красивое обстоятельство, стало поводом для кулуарных обсуждений в Думе. И что важнее, информационным поводом для упоминания гордумы в СМИ, причем совершенно бесплатно. Ну, по крайней мере, мы-то точно делаем этот репортаж на халяву. А ведь на прошлой неделе, на заседании Думы, когда Александр Колесников обозвал екатеринбургских журналистов бестолочами, слуги народа обсуждали тему, что, мол, где о гордуме очень мало рассказывают в СМИ, и, дескать, не настало ли время, чтобы журналистам за позитивные репортажи о работе Думы приплачивать. Что вообще разъярило депутата Колесникова. Не знаю, вы кому платить-то собрались, естественно. Четвертому каналу? Ну, что они перепутали? Это нам должны платить вообще за информповоды. Нам должны платить. У нас журналисты бестолочи. У нас журналисты бестолочи в городе. Давайте говорить правду об этом. А сейчас хочется обратиться к екатеринбургским журналистам. Коллеги, друзья, бестолочи. Ну, чтобы это не звучало оскорбительным, попытаюсь переделать одну известную молитву, адаптировав ее к миру сему и конкретно к екатеринбургским реалиям. Александр Колесников, я догадываюсь и предполагаю, что вы воистину депутат, сын своих родителей, пришеды в Думу журналистов обозвать бестолочами, от них же первый есть маз. Так вот, коллеги, по ходу депутаты нас напаривают, создают милые информповоды, например, с красавицей Ириной, помощницей депутата и бруталом Цезарем. И мы совершенно бесплатно на них клюем и упоминаем гордуму в суе. Но они, похоже, этого и добивались. Значит, не зря прошло то заседание Думы. Не бестолково. Если помощники депутатов будут совершать еще какие-нибудь интересные телодвижения, Дума вообще выйдет в топы информповестки.